Россияне готовятся к акции «Бессмертный полк». Те, кто собирается пройти в нем в первый раз, сейчас делают штандарты с портретами своих героев Великой Отечественной. В двух типографиях «Чубаксар» для акции фотографии печатают совершенно бесплатно. Это два моих деда. Первый дед Краснов Константин Степанович. Он был разведчиком. Он служил в Белоруссии, в Пинских болотах. Вернулся с войной инвалидом. Он меня на руках еще маленько поносил. Назвал ласточкой. Кроме снимков двух своих дедушек Елена принесла фотографии родственников мужа. В их семье много героев. Кто-то, как Константин Краснов, вернулся. А кого-то они помнят молодыми по черно-белым карточкам. В типографии фото увеличат, если нужно отретушируют, соответствующим образом оформят. И 9 мая ветераны семьи Михайловых встанут в строй бессмертного полка. В этом году к ним присоединится и Николай Ефимович Беззубов. Война застала его в 4 утра на летном поле, а закончилась для него на Дальнем Востоке, в Харбине. Был ранен и несколько раз бежал из плена. Второй раз уже плутал-плутал, и его подобрал в каком-то селении дед. А он уже был почти в замерзшем состоянии. Он его привязал к телеге, и чтобы его отогреть, он его за собой и привел. Хотя Гацнаха очень ругалась, но он сказал, что моему сыну тоже кто-то может поможет. Потому что у них в селе недалеко немцы, они очень боялись, но все равно помогли ему. Помочь участникам акции в типографиях решили, потому что такие истории есть в каждой семье. И у меня был дед, который прошел войну. Помню детские годы, когда мне демонстрировал телевизор кадры из эпопеи освобождения, документальные кадры. Дед мне говорил, вот это мои танки, в третьем городе есть танк и армия едет, и вот это мой танк. Мы хотели сделать что-то доброе для всех тех ветеранов, которые есть, для этой памяти, которую мы можем все поддержать. Только пока наша съемочная группа работала в граните, заказать фото пришли 4 семьи. Сотрудники отмечают, если вы тоже хотите, напечатать фото своего ветерана затягивать не стоит. Желающих много и принимать заказы закончат 5 мая.